Название вы видите, то есть это чисто такая статистически прикладная работа по банковской сфере Собственно, введение это типы кризисов банков Ну то есть, например, в теории игр много говорят про набеги вкладчиков Про то, как существует bank runs и как попробовать это смоделировать То есть, как потоки информации влияют на переговоры между клиентами и так далее Ну, типы бывают разные, недостаточность капитала, нехватка ликвидности и так далее Но последний кризис 2008 года был сильно связан с нехваткой ликвидности Что такое ликвидность? Мы потом уточним, на самом деле это понимается те средства, которые могут быть быстро обращены в наличность В принципе, потом это будет уточнено И сейчас в литературе используются два основных типа риска Это риск ликвидности и риск неплатежеспособности Грубо говоря, риск ликвидности это что-то краткосрочное и не очень серьезное с первого взгляда Риск неплатежеспособности это что-то более долгосрочное, что-то более серьезное Значит, риск неплатежеспособности это когда как раз bank runs случается в принципе вот туда Собственно, два этих типа риска, они связаны, естественно, друг с другом Но они не эквивалентны Риск ликвидности до кризиса 2008 года почти никем не рассматривался То есть на это не обращали внимания Рассматривался, если он и рассматривался там совсем чуть-чуть То рассматривался на уровне одного финансового института в контексте риск менеджмента И это было связано отчасти с недоступностью информации о конкретных деталях сделок И вообще деятельности конкретных банков А мы попробовали в своей работе измерить уровень риска ликвидности всей банковской системы Создав соответствующий индикатор Ну, в силу экономии времени тогда я совсем коротко пробегусь Значит, три типа литературы связаны с банковскими кризисами Это первый тип, это, как я уже говорил, набеги вкладчиков, банковские паники Второй тип, это, собственно, модели, которые теоретически, теоретически игровые Которые рассматривают, собственно, движение ликвидных средств и стабильность Ну, то есть дефолт, на самом деле, банков в зависимости от наличия этих ликвидных средств И третий тип работ, ну, там представлены наиболее релевантные, на мой взгляд, на этом слайде Третий тип работ, это, собственно, ликвидные проблемы с ликвидностью Связанные с фондовым рынком и с трейдерами Потому что у них это тоже крайне актуальная проблема Для построения данных и, как следствие, формирование индикатора Была выбрана банковская система России по двум причинам Потому что, во-первых, она достаточно развита Во-вторых, что крайне хорошо, у нее есть подробные и детализированные данные о каждом банке Источник 101-й формы отчетности И, собственно, данные насмеченные с января 2007 года по апрель 2016 года По всем банкам, которые публикуют отчетность Это 99% всех банков, включая большие Ну, собственно, краткие описательные статистики По поводу трендов и структуры данных Собственно, графики изображают среднюю структуру баланса всей банковской системы То есть, что мы видим? Что больше всего в среднем за все время было у нас депозитов рублевых Также очень было значительно расчеты с банками и переоценка Это про пассив, если говорить про актив Это были, соответственно, также кредиты Также расчетные счета И также переоценка Ну, переоценка, на самом деле, возникла из-за кризиса 2014 года Когда курс валют начал очень сильно шататься Соответственно, уже можно говорить про определение ликвидности Собственно, степень ликвидности счета, агрегаты и так далее определяют по-разному Вот вам представлены на слайде два типа определения степени ликвидности Они основаны в той или иной степени Насколько легко вот эти активы или пассивы превратить в наличность Там в силу разных ограничений используются разные определения И в силу разных задач они также модифицируются Мы предлагаем вот такое определение Сейчас попробуем его формализовать и пояснить Потому что финансовый инструмент является ликвидным Если за исследованный период значение коэффициента оборачиванности по активу и пассиву Для него превысило единство в 50% в случаях Давайте посмотрим на формулу И тогда кратко еще раз это поясню Обороты делить на остаток Это коэффициент оборачиванности То есть у нас есть счет, у него есть активная часть, есть пассивная часть Мы считаем оборачиванность отдельно по активу, отдельно по пассиву Делаем усреднение Почему среднение? Потому что считаем, что левая и правая часть нам равноважны Далее, получается коэффициент оборачиванности по этому счету для каждого момента времени Берем медиану по времени То есть у нас для всей банковской системы, для каждого банка можем этот индикатор посчитать И если это медианное значение будет больше единицы То говорим, что он ликвидный Что это значит? Что если у нас коэффициент оборачиванности больше единицы То объем совершаемых сделок по счету гораздо больше остатка И, соответственно, можно говорить, что, условно говоря, фондовый термин выражаясь в торги Производят достаточно часто, это высоколиквидный счет Соответственно, на графиках вы видите изображение, собственно, ликвидных пассивов, ликвидных пассивов Что можно отметить, что, несмотря на то, что с бухгалтерской точки зрения они не должны совпадать Практически идет везде эквивалентность То есть это действительно получается выделить некоторые, скажем так, свойства функционирования банков В той или иной степени благодаря этим индикаторам Но, собственно, это только, на самом деле, это формулизация определения ликвидности счета Но сам индикатор выглядит таким образом То есть это две дроби Ликвидный актив делить на ликвидные пассивы минус Неликвидный актив делить на неликвидные пассивы Что это за дроби, почему это так сделано? Собственно, первая дробь обозначает отношение превышения ликвидных активов над ликвидными пассивами Вторая тоже самое Их разница обозначает, грубо говоря, насколько у нас много ликвидных средств И, причем, нам желательно активы, скажем так, лучше, чем пассивы Неликвидные активы, если надо читать отдельно Неликвидные активы, это не ликвидные активы Да, это немножко такое специфичное разбиение Ну да, там есть нюансы, но я их в данной презентации опускаю Итак, черная линия, то, собственно, вот этот вот индикатор риска И что самое интересное Что вот, смотрим, что 2008 год, явный провал То есть у нас, грубо говоря, вторая дробь стала больше первой Также видно в 2014 году провал, как раз связанный с началом колебания курсов То есть индикатор на этом показал, что у нас начались проблемы с ликвидностью Это действительно было, скажем, подтверждено экспертными аналитиками самих банков и СЦБ То есть именно в эти периоды начались у банков проблемы с нехваткой быстрых денег Далее, поскольку бухгаковский баланс банков бьется и на рублевые счета, на валютные счета То есть, в чем они измерены Слева, на верхней части слайда вам представлен график для рублевых счетов А справа для валютных То есть опять риск ликвидности, то есть значение индикатора ликвидности Слева также изображена ставка по кредитам вернайт Справа курс рубля, доллар к рублю, прошу прощения Что мы видим? Что рублевые счета, поскольку они используются в основном в операционной деятельности банков То есть day by day Что провал вниз означает опять наличие проблем с ликвидностью В принципе рублевые активы повторяют динамику движения общих счетов А справа это валютные наши счета и значительных провалов здесь нет Но что видно, что конец 2010-2011 года они были с точки зрения валютных счетов не совсем хорошими для банков Это на самом деле связано с изменением отчетности, но это я чуть попозже поговорю Также если использовать разные временные интервалы, получаем, что индикаторы совпадают То есть в принципе получается поймать некую динамику Далее посмотрим на этот индикатор с другой стороны Сейчас все эти индикаторы считались для всей банковской системы То есть у нас все агрегировали балансы, они, грубо говоря, суммировались и все это рассчитывалось И получились вот такие картинки Дальше было решено посмотреть, скажем так, снизу вверх Что значит снизу вверх Что рассчитывалось индикатор для каждого банка И строилось распределение значений индикатора по времени То есть здесь, допустим, это 2016 год На вот этом левом графике означает, что для каждого банка посчитано свое значение Это для марта каждого года, поскольку у нас месячные данные Простейший изоляционный анализ показывает, что у нас есть расхождение во времени То есть особенно двигается правый хвост Для валют еще там чуть-чуть левый двигается Но как бы визуальный анализ он неформальный Поэтому было решено провести тест Калмогорова-Свернова Как один из наиболее робастных тестов На сравнение распределения индикатора во времени То есть, грубо говоря, сопоставлялись как раз вот эти вот графики С помощью формальных тестов Видно, что для рублевых счетов 2007-2009 года Они отличались от других 2015-2016 года также отличались от других То есть пивэлю, левая гипотеза, что распределение совпадает Альтернативная гипотеза, что распределение разное Видно, что кризисные периоды от всех отличаются То есть индикатор меняется во время кризисов Для иностранной валюты это немножко более прагматично Здесь выделяется 2014 год в целом Но это, очевидно, объясняется колебанием курсов валют Которое произошло в декабре 2014 года Я думаю, вы помните, что было с курсом рубля По отношению к евро и к доллару Соответственно, что получилось Что был предложен некоторый индикатор В основе которого идет разделение счетов баланса на ликвидные и неликвидные Данный индикатор получился опережающим То есть его можно использовать в качестве предсказания Для кризисов, связанных с нехваткой ликвидности И получилось, что этот индикатор действительно ловит И более того, распределение банков по данному показателю изменяло все время кризисных периодов То есть этот индикатор действительно может что-то отловить Отмечу, что сейчас работа еще доделывается Она не совсем итоговая Поэтому индикатор, вероятно, будет дорабатываться Но, тем не менее, я уже доволен получившимися результатами То есть что-то получается поймать За этом все Спасибо за внимание В настоящее время можно посмотреть Что в принципе идет Ну, в последнее время чуть-чуть начал повышаться, как мы видим Ну, повышаться, это, собственно, хвостик Это хорошо, да То есть во время кризисов он падает Вот Ну, видно, что вот был 2016 год У нас везде был провал А в начале 2016 года Точнее, в конце 2015 был провал В начале 2016 года Стало улучшение такое небольшое Дима, а думали нет для ЦБ Какой вывод можно сделать Что, собственно, я отмечал, что в самом начале Сейчас скажу Что это попытка сделать, во-первых, изменить риск и ликвидность Что, конечно, анализирует У меня, я не спорю Были такие работы Но, во-первых, не очень много внимания уделялось Не было таких серьезных формализованных индексов А, во-вторых, они были на уровне всей отрасли Было на уровне индивидуальных банков То есть чем занимается риск менеджмент В основном, там, базель 2, базель 3 и так далее А здесь вот именно попытка сделать на уровне всей системы Но я думаю, что нам с собой надо обсудить потом отдельно Смотрите, а допустим, вот, нам добавить индексы Был свое определенное мероприятие, которое должно улучшить ликвидность И, соответственно, проходит к избежанию кризиса А вопрос, в следующем Не убьет ли эти мероприятия существование этого индекса? Ну, индексы индикатора Какие индикаторы? Он становится бессодержательно? Ну, смотрите, он построен на основе разбиения Читов по поводу оборачиваемости Это, кстати, интересный вопрос Если будет проводиться, соответственно, какая-то специальная политика То мы будем выгонять больше денег Я думаю, что на момент проведения политики Он может стать неинформативным Но потом он должен выровняться, по идее Но это, кстати, хороший вопрос Мне надо подумать, я не готов сразу ответить Это очень полезно Простите, не совсем понятна была методика Вашей работы И, может быть, вы уточните Там упоминается Агрегированный банк И, ну, то есть, делалось ли это для каждого из Там нескольких сотен банков в отдельности Или действительно вы построили Агрегированный банк Идем консолидации баланса Там сокрыли все лора и ностра И дальше вот на этом банке считают И так и так Собственно, вот этот график Он был построен для агрегированного банка Для всех банков А распределение, которое также можно Игрозить в динамике Это как бы просто для каждого банка И такая-то такая информация используется Тут можно уточнить, да, что агрегированный банк Это именно сумма, да? То есть, то, что Андрей исследовал Встречные позиции, по идее, они здесь не взаимопричны По идее, давайте подумаем По-моему, нет, шеф По-моему, нет, да Нет, нет, нет Нет Вот здесь это самое Здесь посилы, активы учтены отдельно Не продадут, но они не шумят Активы собираются отдельно А, то есть, консолидации не... Консолидации, вот, встречных нет Активы собираются отдельно, просилы идут Так, ситуация здесь невозможно В некоторой степени у вас зачастую Закручивается тем, что просто нет информации Вообще, в том числе, что с кем... Где? Покорщитам, что ли, там что-то не хватает? Там, посчитаем, информации, да, не хватает Там, посчитаем, информации, в основном, не хватает, да Но это, кстати, тоже действительно очень важное замечание Вопрос у меня такой... Я правильно понимаю, что ликвидность у вас определяется Как способность быстро перетекать из безналичного в наличные и обратно, да? Ну, собственно, ликвидность тоже определяется Я вроде это читал, и тогда вопрос А если мы когда-нибудь придем к безналичной жизни, да? При этом коэффициент ликвидности, который я воспринимаю Переход между субъектами экономической деятельности Там, юрлицами Для меня это больше является определением А безналичной... Что будет с секретностью в вашем пределении, если мы придем к безналичной жизни? Моем определении ничего не будет Потому что нет здесь сразу Какую-то привлечения в наличность или что-то такое Это, в основном, предыдущая работа спроса Здесь как раз мы пытались обойти и сказать, что вот По аналогии с трейдингом, то есть Те активы, по которым проводится много торгов, считаются высоко ликвидными То есть высоко оборачиваемыми То есть их можно из-за продачи То есть не убить Есть абсолютно такое ликвидность Ну что? Ну, вообще, были адресирования Я помню эту диссертацию В общем, эти самые... Карточки не очень сильно отличаются от ликвидности По своей динамике В общем, они примерно так живут Можно спокойно, практически спокойно суммировать Лебедовые карточки Практически спокойно суммировать Ну что? Даже эта сверхуносливая аудитория Нуждаются в укреплении Спасибо 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 Мы встречаемся снова в 20-15 В 14-15, да